Представители знака зодиака РАК. Здравствуйте, мои дорогие. Цыганский пасьянс, второй расклад, лилит или черная луна в весах. С 29 июня 2024 года по 27 марта 2025. Траектория перемен. Лилит или черная луна – это олицетворение того, что мы надежно прячем внутри нас самих. Это прекрасный период, как новая точка отсчета в последующих переменах эпохи Водолея. Да, мы не можем проживать тысячу лет, но мы с вами живем в тот период, когда эти перемены в каком-то пороговом значении. Лилит в весах. И мы знаем весы олицетворения, дипломатии и баланса. Лилит может обнажить некоторые аспекты нашей жизни для того, чтобы более гармонично вписать наши собственные желания в реальность, в которой мы живем, присутствуем, существуем. И от того, насколько мы будем честны сами с собой, от того, как мы готовы будем признать свои ошибки или скоординировать что-то с той реальностью, которая присутствует на самом деле, будет зависеть как и траектория движения или последующих перемен, так и качество жизни. Представьте на минуту, что вы задумали приготовить какой-то прекрасный, восхитительно вкусный десерт, и высшей силой судьба вам дают сырые ингредиенты. Это как сахар, это яйца, мука, фрукты, и одновременно это может быть перец и соль. И от того, как вы соедините, в каких пропорциях, чем вы воспользуетесь, тот десерт вы получите. И поэтому просчитать что-то для самих себя, быть искренним с собственной душой, и в то же время не настаивать, может быть, на тех ошибках, которые вам мешают идти дальше. Это будет важно, по крайней мере, за период транзита лилит в высах. Давайте мы узнаем на картах Тару. И больше они показывают именно событийный ряд. Так вот, какие события в вашей жизни могут быть? Для вашего знака зодиака лилит в высах – это действительно внутренний баланс. Определиться с тем, чего же я на самом деле хочу. И если что-то идет вразрез с вашими желаниями, это не значит, что мы забываем свои желания. Или закрываемся от мира. Нет. Это значит, нужно найти какую-то нейтральную позицию. Или новые способы приложения ваших усилий. Или быть готовым к компромиссу для того, чтобы все же ваша задумка, ваша мечта была осуществима. Ну, вот где-то так планетарно такие задачи. Ну, давайте мы узнаем на цыганском пассиансе, о чем же нам скажут карты. И я смотрю, как совпадают значения. И вы, мои дорогие, смотрите так же. Если я что-то пропустила, напишите мне. И мы с вами обсудим. Вот смотрите, вам сразу карты говорят. Исполнение желаний. И значит, действительно, у вас позитивный период для себя самого сделать что-то очень важное. И причем с самого начала. Где-то уже июль месяц, август, может быть, поворотным моментом, когда вы для себя, приложив правильно собственные усилия, а вы люди, и ваша сильная сторона, если мы говорим про весы, вы люди добрые, вы люди очень чувствительные, может быть, вот как раз полиэлит. Это и будет отчасти опасность в том, что вам захочется сберегать эту чувствительность. А ее нужно просто пересмотреть. Да, может быть, к некоторым вы будете более жесткими. Может быть, вы пересмотрите вообще концепцию общения или смените социум. Но мы не должны закрываться от мира. Мы не должны сужать горизонт своих собственных возможностей и на пороге исполнения желаний. Корабль. И для кого-то это переезд, для кого-то поездка. Это один из символов Меркурия. Это значит работа с большим объемом информации. Или вокруг вас будет создаваться такая ситуация, когда вам важно, опять же, не закрыться, а правильно провзаимодействовать с теми новостями, которые приходят на ваш порог. Может быть, они будут, ну, как-то выглядеть по-дурацки. Или вас, наоборот, испытывая, ставить в какой-то тупик. А в этом-то как раз и будет выход, что нужно действовать как-то по-другому. Не упустить какую-то возможность, я бы сказала так. Идем дальше. Нет, тут все более серьезно. У вас на кону ваше счастье. И не просто исполнение желаний, мои дорогие, а полное исполнение желаний. И все зависит по судьбе. И крест, и колча со стрелами означают полное исполнение желаний. Это действительно так у вас на кону. Вы сами, ваше счастье, мои дорогие. И все те слова, которые я проговорила, вообще Дакарт, это в целом энергетика. Это не пустые слова для вашего знака зодиака, потому что как и личное счастье, как и ваш статус, как и финансовый успех, у вас еще одновременно в этом квадрате сразу выпадает несколько значений. И это тоже своего рода знак судьбы, как вы сумеете воспользоваться этими прекрасными ингредиентами. Какой же вы шедевр в виде десерта себе приготовите, тот результат вы получите. Но возможности сразу будут в нескольких проекциях, понимаете. И у вас уже на начальном периоде что-то может начать меняться. Когда вот такие конфигурации выпадают, мои дорогие, это значит не время что-то ожидать, а вам надо будет воспользоваться моментом, потому что если вы отложите что-то на потом, потом нам этого не предложат. Вот такой у вас расклад, мои дорогие представители знака зодиака. Рак у вас выпадает еще и солнце, счастье, удача, вдохновение, выбор правильного направления. Всегда говорю про это. Да, где-то наше эго, оно у вас с одной стороны будет польщено, то есть будет что-то со знаком плюс, но это не к тому, чтобы расслабиться или настаивать на чем-то своем, а правильно взаимодействовать, потому что на кону опять же ваше счастье. Не бывает все безоблачным и скрытый рак. Это могут быть люди, это можете быть вы сами со своими сомнениями, но часто все же маска говорит о тех людях, которые, увы, говорят нам одно, а думают другое. Поэтому не рассказывайте о себе много, но я думаю, в отношении вас это как раз и не проигрывается. Но кто знает, социум вы можете менять, и может быть вы придете к выводу вот на протяжении этого транзита, что ну надо же, я доверял или доверяла какому-то человеку, а он оказался пройдохой. Вот будьте внимательны, потому что этих людей нам нужно именно еще вычислить. Они ведь втайне, они наблюдают, ждут того момента, когда нам подставить подножку, или мы какой-то промах можем совершить. Конечно, мы совершим, мы люди. Мы и вчера ошибались, мы и сегодня где-то ошибаемся. Еще 150 раз ошибемся. Вот эту концепцию нужно всегда понимать и себя не корить. Так вот есть те, как минимум один, который может так это втихаря наблюдать и потом руки потирать, а оступился, что-то не получилось. У вас на кону столько много доброго, светлого и хороших позиций. Посмотрите, личное счастье, личная жизнь, карта лебедя или значение лебедя, это карта искренних отношений, это любовь, верность, мои дорогие. Вот действительно кто-то будет оперегать вашу любовь и отношения от советов посторонних или от взглядов ненужных, и у вас открытый путь, кто-то из вас совершит переезд очень далеко, или кто-то в разы умножит собственный бизнес, построит карьеру, или увеличит финансовый доход. У вас, правда, доброе небо на длительный период времени. И еще, смотрите, я не заметила с самого начала, мои дорогие, мамочки мои, правда. И я была не очень внимательна, но у вас столько значений, мои дорогие. Я сделала перед вами три знака зодиака, и карты не давали такую полноту картины. Может быть, я уже расслабилась, прошу прощения, но обратите внимание, я только что сказала об открытом пути. И сказала, как открытый путь, может быть, в творчестве, в личной жизни, в ваших достижениях, карта власти, значение власти, корона. Что-то вы будете согласовывать. И у вас будет важно, чтобы ваши действия, намерения, цели, мечты не шли вразрез с законами. Вам придется подписывать либо документы, либо что-то оформлять, или обустраивать жизнь на новом месте. У кого-то проигрывается так. Для кого-то, мои дорогие, проиграется еще очень важное значение, которое достаточно редко выпадает. Свадьба. Я сейчас покажу. В этой, в этом точнее, или в этой колоде цыганского пасьянца, когда совпадает знак креста и венок, свадьба, кто-то выйдет замуж или женится. И пусть вы, это длительный период мы рассматриваем, пусть вы на сегодняшний момент в раздумьях, или у вас не завершена какая-то прежняя, ну, не очень веселая ситуация. Вот вы с чем-то здесь определяетесь. И правда быть счастливым, исполнение желаний, полное исполнение желаний, любовь, верность с учетом таких великолепных, чудесных значений, вот такое качество жизни для себя самих, вы можете отстроить. Прочная связь, надежные отношения. Смотрите, вам еще выпадает. А нет, не выпадает. Я думала, совпал узел. Нет, это был у нас ключ, поэтому прошу извинения. Но неважно, и так столько добрых значений. Идем дальше. Вам придется сохранять, как и собственное счастье, как и доверительное отношение, как и вашу любовь конкретно и верность. Посмотрите. Потому что будет то лицо, которое пытаться будет разрушить, может быть, своими советами, а может быть, и правда бывают люди, которые вставляют палки в колеса. У вас действительно, помимо счастья, есть какой-то человек, который, знаете, вам желает добра. Это бывает нечасто в нашей жизни, когда есть тот, который душой нас чувствует. И у вас будет такой человек. Или он уже есть. И тогда не позволить разрушить ваш союз. Будет важно, да. Вот сколько положительного всего выпало, так и есть значение змея. Тут правда, как и маска. И карта может говорить, это ты надевай маски, не будь откровенен. Потому что, да, какие-то моменты неискренние, когда будут. Либо и зависти. Вот, кстати, по змее идет зависть. И, как сказал Борис Пастернак, лучше не скажешь. В романе «Доктор Живаго» зависть – это родная сестра и неразлучная спутница сатаны. Зависть побуждает человека на все самые черные поступки. И с ней очень сложно взаимодействовать. Поэтому, если кто-то вам завидует, остерегайтесь этих людей. Видимо, придется оценивать каждого или рассматривать то издали, в бинокль, то вблизи, словно в микроскоп, кто чем дышит. И отдавать предпочтение только тому и тем людям, то, что надежно. Карта якоря. Тут действительно на кону очень много ваших событий. Скучать будет некогда. События в вашей жизни. Давайте мы немножко раскроем на колоде Таро. Пусть нам карты, что же для вас означает, лилит весах дадут дополнительную информацию или чего это может касаться. Больше карт не тяну. Вам вот с этим провзаимодействовать нужно. И как я уже сказала, какое блюдо вы приготовите из серых ингредиентов. Все в ваших руках. Карта мага. Да, это карта великого манипулятора. И с некоторыми вам придется взаимодействовать. Может быть, кто-то вас будет раздражать, выводить специально на эмоции. Не поддавайтесь. Маг, он умеет в нейтральных энергиях находиться. По его лицу никогда не поймешь, как он относится к человеку. Он очень проницателен, но совершенно непроницаем для окружающих. И это, наверное, основа того, как вы должны себя позиционировать в обществе. Нам, собственно, все карты об этом. На кону стоит что-то важное. Но и судьба для вас дает действительно достаточно возможностей, чтобы приготовить для себя какой-то восхитительный шедевр, который будет означать совершенно иное качество жизни. Вы сами творец своей мечты, мои дорогие. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.